Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, и это разоблачение фейков в PUBG, уже 34 выпуск. Это рубрика, в которой мы проверяем, разоблачаем и повторяем разные странные видосы из PUBG и PUBG Mobile. Эти видосы находят подписчики на просторах YouTube, TikTok, Instagram и задаются вопросом, настоящие они или нет. А вот мы как раз таки это и проверяем. Сегодняшний выпуск обещает быть очень интересным, и что необычно, познавательным. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек, а мы начинаем. Первое на сегодня видео с Инстаграма, хотя изначально скорее всего из ТикТока, но да ладно, это уже не наше дело. Давайте смотреть. На нем парень догоняет врага на лестнице, но внезапно умирает. Оказалось, убегающий парень метнул топор, и тот якобы рикошетом убил парня в розовом худи. Вопрос, как давно оружие ближнего боя рикошетит, и вообще, возможно это или нет? Тем более тут видны иероглифы, но да ладно. Кидаем ролик Артему и идем проверять. Опа, на. Ну я думаю, это факт какой-то. Я вот тоже что-то, помнишь, что кидали в деда, в эти штуки, сковородки там или что мы кидали? Они вот так не отлетали. Они просто типа от стены так сразу падают вниз и все. Да, это факт вообще, факт 100%. Тут он прям так четко, блин, как будто... Да. Еще видала кровь зеленая, значит китайцы. Значит китайцы промышляют. Да, там и некие угарные. Там иероглифы. В этом, ху**, это в этом вот такие вот. Ой, ну... Ксяу, ху**. Нет, шанс конечно есть, что такое можно сделать. Давай проверим. Так, что есть мысли, где это было вообще? В общаге какой-то. Мне тоже кажется, что... Можно в принципе на общагу ее пасть. Который около школы? Да. Давай, давай на крайнюю тогда. На какую падаем? Которая вот получается левая самая и верхняя. Ты со мной вообще падаешь? Я тебя просто не вижу. Ну да. Да, вот у нее. А вот топорчик сразу. К слову, топор это не отдельный предмет, а просто скин на серп. Но это и атака, мало ли у кого возникнут вопросы. Ну че, кто будет херачить кого? Ну давай как-нибудь сначала приметим и вообще. Давай. Не, ну вот, кстати, да. Это по-моему на старом Эрангеле было еще даже. Не, нет, еще там худи у чувака, типа в честь трехлетия пабга. Это вот свежие худи. Так, давай ниже спустимся, тут окошко. О, тут как раз вот зеленое. Вот, все, теперь вообще идентично. Давай сейчас я пока пробую без тебя, пока стой тут. Ой. Ой. Ну че-то наподобие. А, не, смотри, отлетает. И че? Ну не так, правда. Грамотно. Да я сам себе попробую с**перись. Попробую. Ну не, видимо сам себя не можешь. Он не получает дамаг. Ну встань сюда тогда, вот сюда. К началу вон сюда, вот сюда. Не, ну ты беги, я сзади подбегу, подбегу. Да нет, ты просто стой на месте, я под тебя это. Ага. Ага. Дальше надо бежать еще. Б**ть, б**ть, Артем. Блин, ну как четко он здесь прям влетел. Нет, слушай, мне кажется, все-таки это не фейк, он все-таки рикошетит. Мне кажется, что это фейк. Дай-ка я попробую популить, популять его. Популить. Ты, короче, не беги пока, мы сейчас пока просто тренемся. Сейчас задача вообще посмотреть, можно ли его вот так вот же запулить, как вот на видосе. Во, видал? Че-то похожее сейчас было. О, е**ть. Работает? Работает, работает, накоцало меня. Найс. Теперь надо, знаешь, что сделать? Надо его крутануть, как на видосе, чтобы он прям четко крутанулся. И чтобы тебе прилетел в жбан. Вот так. Давай, 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 пробуй. Так, ну ты пока не беги лучше. Да зачем я сдохнусь еще? Да не надо. Почему? Надо, чтобы красиво прилетел. Или ты думаешь, это просто типа от случая зависит? Ну, конечно, рандом в голову или там не в голову. Ну, в принципе, да, главное, что он дамажит уже. Давай, давай отсюда, чтобы по правде было. Как будто вот ты за мной бежишь. Ролеплей. Ай, не догонишь, не догонишь. Не догонишь, не догонишь. Ай, почти поймал, блин, не поймал только. Блин. Ёма. Дубль 2. Пять ролеплей. Ай, не догонишь, не догонишь. Чоколадку не дам, не дам, не дам. Ай, больно как. Да ёпс. Попал, кстати, да. Только очень мало асистов. Ай, догоню, догоню. Ай. Ой, бошку, прям жбан. А сколько у тебя хп? Чуть-чуть осталось вообще, прям чуть-чуть. Давай. По ролеплей давай, ролеплей. Давай, давай, чтобы красиво было. А, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Догоню, догоню, догоню. Да ёпс, ты чё, бессмертный что ли? Байпанов. Это получается он его сначала набил, видимо, или что-то с ним сделал, я не знаю. Да, да, да. А, догоню, догоню. А, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Ой, б***я. Всё-таки не фейк оказалось. Нифига себе. Да, я думал фэк. Короче, ребят, тут оказывается есть система рикошетов, так что берите на заметку. Если что. Если за вами кто-то бежит, просто в стену кидайте топор и всё, он убьёт в голову. Сто процентно. Угу. Оказалось, что видео не фейк и, быть может, даже не постанова. В PUBG и правда есть система рикошета таких предметов, так что имейте в виду и берите на заметку. Если за вами будет погоня по лестнице, то просто метайте предмет в стену и надейтесь, что он рикошетом попадёт во врага. А мы идём дальше. Ну а перед следующим экспериментом немного отличёмся. Если вы владелец телефона Huawei или Honor и не знаете как и где скачать мобильные игры в жанре королевской битвы на свой смартфон, то могу порекомендовать Huawei App Gallery. Это магазин мобильных приложений, который уже запустили в 138 странах и регионах. Прежде всего для работы магазина потребуется отдельная учётная запись Huawei. А кроме того, учётная запись понадобится для синхронизации их контактов и других данных смартфона. Навигация в App Gallery очень простая и интуитивная. Есть главный экран, где собираются рекомендованные приложения. А остальные программы можно найти либо по поиску, либо через категории. Допустим, Fortnite в играх, Дудо Пиццу в еде, лайки в соцсетях и так далее. А также если вы оценитель игр с высоким рейтингом, то в App Gallery по умолчанию можно найти только игры и приложения высокого качества, с рейтингом не ниже 4.3 из 5 звёзд. Также в магазине App Gallery часто проходят конкурсы. Это прекрасная возможность просто, пользуясь магазином, получить за это приз. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании и скачивайте App Gallery на свой смартфон. Ну а мы продолжаем. Второе видео из YouTube нарезки и давайте посмотрим, что там происходит. На видео происходит что-то очень странное. Парень кидает флешку, а его враг в сковородку. Флешка попадает в сковородку и взрывается в воздухе, тем самым откидывая сковородку назад. Кидаем видосы Артему и идём разбираться, что же произошло на видео. Так, щас, раздуплюсь. Ничего не понял. Так, ещё раз. Присмотрись. Типа флешка взорвалась и сковородка отскочила от неё? Да, типа как будто они в воздухе врезались, сковородка и флешка, и типа отскочили друг от друга, а флешка почему-то взорвалась. Ну давай проверим, я не знаю, фак это или не фак это, даже боюсь что-то сказать. Кстати, даже можно это же место найти по приколу. Давай. 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 О, я даже нашёл где это было. Это вот где буткем, справа чуть-чуть повыше перекрёсточек. Который такой прям... На дозером. На дозером? На дозером. Ага, понял. Так, ну что, есть идеи где это было вообще? Где-то, где-то. Пофиг, пофиг где. Ну давай вот просто два камня возьмём, примерно, чтобы было. Чтобы флешка нас не слепила. Сковородок накидай мне и флешек. Ты что будешь кидать, флешку или сковородку? Ну давай флешку. Так, давай. Светошумовая, на тебя. Ещё хочу. Свету ещё? Ладно, сейчас. И это, и рюкзак. Рюкзак, на, на, рюкзак. Третий хочу рюкзак. Да ёп. В общем-то план был такой. Я кидаю флешки, чтобы случайно не убить Артёма, а он сковородки. Наша задача попасть ими друг в друга и посмотреть, влияет ли они как-то друг на друга или же нет. Итак, начинаем. И да, если смотрите ночью, сделайте яркость чуть поменьше. Будет много вспышек. Теперь давай я встану за камень, чтобы видеть, куда флешка летит. И тебе будут в голову метиться. А ты видишь мою голову? Нет. А ну, хотя, да, вижу. Вот давай, ты мне тоже в голову метись. Готов? Ну, она не в голову полетит тебе, чё, не знает, что другое тут? Ладно, это в эту сковородку метится. Давай на счёт три. Один. Раз, два, три. Блин, что резко-то? Ну ты мне в башку попал. В башку попал. Так. Давай. Давай. Раз, два, три. Так, не, она выше почему-то летит. Давай ещё раз. Давай. Раз, два, три. Три. Всё, я примерно нащупал, где она летит. Давай так же. Да-да-да, вот так. На счёт три давай. Раз, два, три. Эээ, чё? Давай. Она сквозь прошла только что. Не знаю, два, три. Она в тебя прилетает вообще, да? Прилетает, да, нормально всё. Раз, три. Чуть выше. Чё раз давай. Три. Три. Сейчас, по-моему, тоже попала, не? Раз. Три. Три. Она сквозь центр проходит. Может, надо как-то углом попадать, я не знаю. Пробую кинуть, короче, не вверх, а вот прям в меня, чтобы она горизонтально летела. Получится так? Два. Три. Три. Ага. Поздний старт. Два. Погоди, у меня эта жопа болеет. Так, раз. Два. Два. Три. Вот сейчас они ровно в друг друга полетели, но чё-то ничего не произошло. Я не понял, а чё там было тогда такое? Два. Три. Блин, блядь. Она у тебя в руке взорвалась. Да, я хотел её без чеки кинуть. Раз. Три. Вот, а, да... Типа они сквозь друг друга пролетают. Да, 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 да. А чё за прикол? Там же даже повтор было видно. Это что, фейк с повтором какой-то? Фейк с повтором какой-то. Раз. Три. Три. Вот они ровно сквозь друг друга пролетают. Да, да, опять сквозь друг друга. Так, погоди, надо пересмотр сделать. Такое ощущение, как будто она типа взорвалась, и поэтому отбила сквозь. Смотри, это я после девятого класса. Опять работа. Опять вот так, камень добавил. Давай пробуем без чеки на счёт три. Готов? Угу. Раз. Два. Три. Так, надо пониже. И, по-моему, поздно. У меня сходи кончились девайсами. Давай, раз. Да ёп! Ну, считай. Раз. Два. Три. Да, блядь. Да ты рано делаешь. Она взрывается за секунду. Хорошо, давай. Раз. Три. Да ты, блин. Не, ладно, ты там три на три кидаешь, мне надо заранее туда кидать. Давай, раз. Три. Ну, они пролетают сквозь друг друга. Надо, чтобы прям момент взрыва это всё было. Раз. У меня уши болят. У меня тоже. Сейчас. Давай. На счёт три. Один, два, три. Да, блядь. Да ты дура, блядь. Я не знаю. Я не понимаю, как это делать. Два. Три. Поздно. То поздно. На четыре, на пять надо кидать. То поздно, то рано. Сейчас вроде нормально летели. Три. О, сейчас красиво было. Да. И чё думаешь, отлетело? Пока я не видел. Я не видел. Я тоже не видел. На репо я посмотрю. Три. П***. Сейчас пролетело сквозь. Глазам больно, ушам больно. Два. Три. Да, блядь. Сука, я тебя убью. Не буду вас мучить, дальше было то же самое, ещё минут десять. И в конце концов, мы пришли к мнению, что сковородка отлетела именно от взрыва, а не от столкновения. Так как коллизии друг к другу они не имеют. Мы пытались повторить такую же ситуацию, взорвать флешку прямо рядом со сковородкой и посмотреть, что получится на реплее. Вот сейчас должно быть классно. Вот похоже, прям идеально. Да. Ой. Так, ну чё, пойдём повтор смотреть. Мы пошли смотреть повтор и, во-первых, оказалось, что да, коллизии сковородка и флешка друг к другу точно не имеют. А во-вторых, у нас получилось пару раз взорвать флешку рядом с летящей сковородкой, но почему-то сковородка никак не отреагировала. Вот посмотрите сами. Хотя при этом взрыв есть, и видимо он довольно мощный, даже камера реплея чутка пошатывается. Так что ставим ролику оценку не фейк, но неуверенную жёлтенькую. Либо на видео один случай из миллиона, что сковородка попала прямо в ядро взрыва и поэтому отлетела. Либо это пофиксель, либо это какой-то китай, так, так стоп, испанский трюк. В общем, напишите в комментариях, что думаете вы. А мы идём дальше. Ну и последнее на сегодня видео, конечно же, из паб мобайла. Оно снова из ютубной резки, и давайте его посмотрим. На нём парень на мосту поджидает в роганом мотоцикле и, недолго думая, вырубает его кулаком на ходу. Конечно, к такому, так сказать, трюку есть вопросы. Во-первых, скорее всего это постанова, а во-вторых, возможно ли вообще на ходу убить с кулака? Ознакомливаем Артёма с видосиком и наоборот, и погнали проверять. Сеникс уже использует тикток. Давно уже использует. Ой. Чё, бля? Ну у меня такая же реакция, наверное, была. Типа он просто, типа, вырубил с кулака, еду сюда. Ещё и в мобайле, где тикрейт ноль. Ну да. Ну конечно, ни фейк, ни капли. Просто едет голый мужик на мотоцикле из ноль хп, да. Не давит даже челу. Ну конечно, ни капли, ни фейк. Не, ну даже если это постановует, ты думаешь, реально можно на ходу с кулака убить, чувака? Да, мы же уже делали такое, только в пике. Аааа, точняк, мы же делали такое, да-да-да, в Мираде. Точно, точно. Ну как раз проверим, работает ли такая механика в мобайле. Так, давай на мост упадём. На самый первый вот этот. Давай, ну давай. Так, я дачу нашёл. Мотоциклов не обнаружено что-то. Угу. О, нашёл с коляской, я думаю, пойдёт. Ой, я на мосту, кстати. Меня почему-то в правую сторону клонит мотоцикл очень сильно. Так, ну давай. Так, ну давай, я тебя уничтожу. Он вот здесь стоял, вот тут. Да, я тебя накоцую. Ещё. Так, аккуратней. Давай ещё. Ещё разок. Всё, отлично. Так, сейчас видеозапись включу. Видеофиксацию. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай с той стороны. Его в правую сторону ведёт почему-то. Мне кажется, это из-за коляски. Сейчас я найду двухколёсный. И потом сделаем, как вот я думаю. Мне кажется, так у нас получится всё. Давай, я тоже поехал искать. Хотя, можешь просто отцепить коляску об забор. Давай. О, нашёл, нашёл, всё. Можешь не искать. Короче, у меня есть такая дебильная идея. Она долгая, конечно, но зато, мне кажется, работает точно. А ты сейчас вот под меня настроишься. Да всё, я тебе, я тебе, я тебе, ну, никаких денег не должна. Не, ну, посмотри, дай, дай объясню. Я тебя уничтожу. Вот ты будешь стоять, вот смотри, вот здесь сейчас вот. Да, справа. А я сейчас просто буду назад сдавать, короче, чтобы разогнаться. И вот потом просто зажму shift и поеду. Ну, давай. Вот встань, чтобы, встань, чтобы уже ударить меня. Так, нормально? Замечательно. Всё, я поехал назад тогда. Я еду. Ну, чё? Ну, по новой давай. Давай. А чё ты убежал-то? Она тебя была на месте стоять. Мы же рассчитались с тобой всё. Я не хочу, я не смогу так по месту, у меня надо самому чувствовать ситуацию. Давайте я просто вот так убью. Давай, разворот, быстро, разворот, разворот. Полицейский. Я буду по линии туда ехать, вот по центральной прям. Давай, давай, давай. Чё-то ты жиденько как-то. Жиденько. Ну, давай, ну, давай. Да еду я, еду. Вылезай, вылезай, давай, вылезай. Я же тебя за***ю. Ну, давай. Отъедешь. Потом, если хочешь, можем так попробовать, как я хочу. Чтоб ты точно попал. Опа. Не, нахуй. Опа. Лежай, бля. Лежать, и работает собер. Чё, 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 получается, такая засада, это не фейк? Не фейк, но фейк. Да. Но постанова. Да, 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 постанова. И спустя ровно 4 попытки у нас получилось. Так что это не очень-то и сложно. Скорее всего, именно на этом видосе постанова, так как парень его не давил, но всё-таки это реально. Так что, если что, берите на заметку. Мало ли, в какой ситуации пригодится. Ну, а на этом у меня сегодня всё. Надеюсь, вам понравилось. А также у меня к вам небольшая просьба. Давайте добьём 800 тысяч подписчиков. Осталось буквально чуть-чуть, поэтому давайте это сделаем. А также подписывайтесь на Артёмку, у него почти 50 тысяч. Давайте ему поможем. А мы с вами прощаемся. С вами были я, Илья, А.К.Сеникс и Артём Лифанов. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.